Ну а прежде чем мы с вами начнем, я бы хотел порекомендовать вам страйкбольную мастерскую своего хорошего друга. Она называется Easy Strike. В этой мастерской вы получите полный спектр услуг по профилактике, ремонту и тюнингу страйкбольного оружия, а также советы и статьи о страйкбольных пушках. Ссылку на группу мастерской ВКонтакте вы найдете в описании к этому видео. Всем привет и добро пожаловать на канал Сил Юкраин. В этом видео речь пойдет об установке ремней на карабин М4. Итак, давайте посмотрим, что для этого нам нужно. На карабин необходимо установить некое дополнительное оборудование, а именно антабку. Так называемый слинг-адаптер, за который будет цепляться ваш ремень. Во многих приводах эти антабки уже установлены изначально. Но до сих пор некоторые производители их не ставят в базовую комплектацию привода. Популярных видов два. Это вот такая литая антабка по типу CQD. Просто кольцо с тремя отверстиями для крепления за них ремня. И второй вариант это быстросъемная антабка. Она, как вы видите, состоит из двух компонентов. Это база, устанавливающаяся на карабин. И это вот такое вот кольцо, которое можно снять. На нем расположена кнопка. И такое вот что-то наподобие штифта, за счет которого реализуется быстросъемность. Тут фиксатор есть. Сразу говорю, если вы решили поставить себе такую антабку с таким креплением, лучше не красьте ее до установки кольца. Или покупайте прямо с кольцом, чтобы все было в притирку. И старайтесь ее не красить, потому что краска, если сюда попадает, оно все очень хорошо подобно на друг другу. Несмотря даже на то, что антабка и крепление, они совершенно из разных наборов. Но крепятся более или менее. Но из-за краски вот до сих пор не могу до конца установить антабку быстросъемную. На карабин такие антабки крепятся здесь вот. Для этого в страйкбольном приводе снимается приклад. Далее длинной отверткой выкручивается из трубы приклада болт, который держит трубу приклада. И закручивается в направляющие вашего гирбокса. Снимается труба и снимается вот этот слинг-адаптер или антабка. Как видите, у себя на карабине я установил CQD. Почему? Этому есть две причины. Первая это все-таки то, что привода у нас страйкбольные. А по сути это значит, что они игрушечные. И хочется иметь лично мне как можно меньше подвижных деталей, для того, чтобы больше быть уверенным в надежности. Ой, ремень упал. А вторая причина это естественно дань моделированию. Так как моделируемое мной подразделение пользуется именно такими слинг-адаптерами. Вот так устанавливается на него одноточечный ремень. То есть с этим проблем у нас нет. Но при установке двухточечного и трехточечного ремня вам необходимо иметь антабку переднюю еще ко всему. Меня их нет, не могу продемонстрировать, к сожалению. Вот здесь была расположена штатная антабка, которая идет и крепится к прицельному приспособлению стандартному. Но я ее снял, так как в основном у меня вместо нижней части совья висит гранатомер. Также есть антабки, которые крепятся вот здесь за ствол. Что-то вроде хомута. А также есть Daniel Defense антабки, которые, ну и схожие с ними, которые крепятся вот сюда, вот прямо на рис интерфейс. Также для установки трехточечного ремня можно использовать специальную стропу, которая обхватывается вокруг приклада. Тут для этого специальные, как видите, есть прорези. По крайней мере в прикладе Crane Stock. Есть еще более простые ремни, которые просто, например, это ремни производства компании Шквал одноточечные, которые просто с помощью куска стропы обхватываются вокруг трубы приклада, и тогда вам не нужна никакая антабка. Ремень держится. Причем у меня когда-то такой ремень был, он довольно-таки надежный. По удобству рекомендую такую антабку. Если вам важна быстросъемность, действительно можете купить себе такую с быстросъемным кольцом. Но, напоминаю, лучше покупайте все вместе. То есть база плюс антабка. Но чаще всего так и продается. Антабки и ремни вы можете купить в нашем страйкбольном магазине Силшоп. Ссылка в описании. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте в избранное, активно комментируйте и делитесь этим видео в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok